Друзья, привет! Сегодня у меня опять выпуск не из офиса. Я решил с вами поговорить про лучшие архитектурные вузы мира. Вообще сама профессия архитектора, она была престижна всегда и является актуальной и престижной. И сейчас, неважно, где вы находитесь, в какой стране, в каком городе, и посмотрите, чего стоит только здание Захи Хадид. И, кстати, если вы не знали, в Москве тоже есть одно из ее зданий. Называется оно Доминион Тауэр, имеет необычную форму. Посмотрите. Помимо этого, если вы хотите стать архитектором, я сразу замечу, что архитектура очень тесно связана с дизайном. Я имею в виду дизайном интерьера какого-то, да? Ну, то есть все, что связано с недвижимостью. Со строительством. Ну и есть архитектура, которая никак не касается зданий. Я говорю про архитектуру в информационных технологиях. Сами люди, которые связаны с архитектурой или идут на архитектуру, они, как правило, интересные, гармоничные люди, люди искусства. Потому что архитектура, естественно, она... Архитектура это и есть искусство. Если посмотреть только на итальянскую архитектуру, когда стоишь за миранием и понимаешь, вау, что это все сделали люди. Вот это как раз архитектор. Или самый простой, сейчас, наверное, самый актуальный пример архитектуры, чтобы далеко не ходить, это наш московский Москва-Сити. Это современная архитектура. И да, кстати, у нас в школах не преподается архитектура, но за границей во многих школах еще в средней школе начинают преподавать этот предмет. Архитектуру, скульптуру, дизайн, дизайн-технологии. Это все преподается в школах. Конечно, если говорить про архитектурные учебные заведения, то за рубежом они, как правило, значительный... Уровень архитектуры значительно выше, чем уровень архитектуры в наших университетах. И объясню вам, почему. Это просто, на самом деле, элементарная вещь. Потому что у нас, поступая на архитектурный факультет, в школе не дается база. А за рубежом в школах итальянские школы, английские школы, американские школы, канадские школы преподается в самих школах. То есть у вас азы начинаются лет с 14-15, скажем. К моменту, когда вы поступаете в университет, вы уже несколько лет учите архитектуру. И у вас уже, естественно, можете сами представить, какие имеются знания, когда вы поступаете в университет. У нас в школах, что вы учите до поступления на архитектурный факультет в университете? Ну, собственно говоря, архитектуру вы не учите. Мне сейчас кто-то, допустим, может возразить, сказать, ой, у меня там кто-то есть, кто учится за границей, и у них архитектуры нет. И вы будете правы. Потому что за рубежом у очень многих учебных заведений набор предметов разный. И вы можете выбрать школу согласно ее специализации или уклону. То есть есть учебные заведения, у которых уклон будет на искусство, включая и архитектуру. Есть учебные заведения, у которых может не быть архитектуры, собственно говоря, как, допустим, в вашем примере, если вы будете приводить это как аргумент. Если мы берем школы, скажем, Великобритании, Америки или Канады, то поступая в школу, в школе может быть архитектура. Но вы можете ее не делать. Дети сами могут выбирать предметы, которые они хотят изучать. То есть в школе может быть архитектура, но, к примеру, если там ваш знакомый не учит ее, то просто, то попросту он мог выбрать другой набор предметов. Если вы решили выбрать для себя архитектуру, естественно, естественно, количество учебных заведений за рубежом очень большое. Очень большое, где вы можете изучать данный предмет. Давайте с вами рассмотрим лучшие из них. И под номером один у меня школа Бартлетт. Не путайте школу для детей и высшую школу. Это вуз. Школа Бартлетт, Великобритания. И это не только лучшая школа архитектуры самой Великобритании, но и одна из лучших в мире. Естественно, если вы туда поступаете, если у вас получается, мало того, что она платная, а обучение Великобритании все платное. Если вы туда поступаете, то учиться там очень непросто. И сами студенты отмечают, что обучение чем-то напоминает диктатуру. И преподаватели там супер строгие. Но в принципе, ребята, если вы в любое лучшее учебное заведение мира будете поступать, там учиться будет нелегко. Кого попало туда, также не возьмут. Очень большим преимуществом обучения здесь является то, что студенты, учась в школе, могут участвовать и готовить собственные выставки. Архитектурные выставки. Почему так? Потому что, прежде всего, школа находится под патронатом знаменитой архитектурной компании Fosters & Partners, которая является одной из лучших в сфере архитектуры. И второе преимущество. Ну, раз школа находится под патронатом компании, то, естественно, студенты стажируются в этой компании. У них потом есть возможность, если они себя хорошо зарекомендуют, устроиться в данную компанию. Есть такой журнал знаменитый за рубежом, Architect Journal, или журнал архитекторов. И он оценил данную школу лучшей в Великобритании за последние 10 лет. Есть рейтинги, которые... Нам все рейтинги нужны. Мы берем рейтинг Guardian. Возможно, вы о нем слышали. Так вот, рейтинг Guardian оценивает ее как номер один в Великобритании. Под номером 2 Массачусетский институт технологий, MIT, знаменитый и одно из лучших учебных заведений мира. Это университет, специализирующийся на робототехнике и искусственном интеллекте. Ну, а кто сказал, что робототехника и искусственный интеллект не будут использоваться в архитектуре? Никто так не говорил. Несмотря на то, что университет технологический, он имеет такие предметы, как и экономика, менеджмент и даже музыка. Если говорить о самом университете и о его стоимости, вуз американский, и цена также будет американская у вас. Ну, если честно, стоимость обучения здесь, ну, наверное, одна из самых высоких в мире. Она высокая, и вам придется отдавать, ну, больше 50 тысяч долларов в год за обучение здесь. Но сразу же замечу, что выпускники MIT – это одни из самых высокооплачиваемых выпускников в мире. Также была где-то оценка зарплат выпускников MIT, и в среднем это 8 тысяч долларов в первые два года. То есть выпускник MIT, вышедший из университета, в первые два года получает в среднем 8 тысяч долларов в месяц. То есть за год это, ну, считайте сами, под сотку, под 100 тысяч долларов. Это вот вы только выпустились из университета. Не хотели бы вы такую зарплату по окончанию вуза? Я думаю, что хотели бы. MIT называют инновационная квадратная миля. Что это такое? Все очень просто. Кампус университета, если вы будете идти, это миля сюда, миля сюда. И все это здание университета. Все это здание университета выполнены в абсолютно разном стиле. Суперсовременные здания. И, естественно, также и самое технологичное оснащение. И университет сотрудничает с огромным количеством компаний в мире. И сам является также производителем различных технологий. У меня есть отдельный выпуск на канале про MIT. Снимался он, правда, зимой. В очень такую плохую погоду. Но, тем не менее, если вы хотите посмотреть, что такое MIT, посмотрите. Линк в описании к данному видео. Да и, кстати, не забывайте подписываться на мой второй канал, Егор Еремеев, где я больше рассказываю о своих путешествиях в различные интересные места. Как в России, так и за границей. И также подписывайтесь на мой инстаграм. Одной из важных особенностей обучения в MIT является то, что, когда вы поступили туда, вам дается наставник. То есть, вы можете представить, что какой-то профессор, суперумный чувак будет вашим личным куратором и наставником. А, на мой взгляд, это очень круто. Политехнический университет Милана. Попросту говоря, политех миланский. Этот университет является лучшим вузом Италии и всей Европы по архитектуре. И студенты приезжают в Италию, ну, не просто так, да, очевидно. Студенты приезжают изучать архитектуру именно сюда. Ну, как бы, вы можете изучать здесь не только архитектуру, но и даже медицину. Здесь есть, конечно же, и другие специальности, но все-таки специализация на архитектуре, дизайне и все, что с этим связано. Есть 16 факультетов и 9 школ. В итальянских университетах есть одна особенность. У вас, как правило, не проверяют посещаемость и нет обязательных домашних заданий. Но это не про наш с вами политехнический вуз. Здесь у вас будет проверяться посещаемость, и у вас должны быть выполнены, и у вас будут обязательные проектные работы. Если вы не выполните которые, то потом вас просто не допустят к экзаменам. Поэтому здесь нужно учиться соблюдать определенный график и посещаемость. Еще одна страна, знаменитая своей архитектурой, это Нидерланды. Голландия у нас лидирующая страна по всему велодвижению и все, что с этим связано. Это полностью перестройка города. И это архитектура, градостроение, можно так еще называть. Итак, Дельфский технический университет. Он был устроен в 1842 году как Королевская инженерная академия по указу короля Уильяма II. Программа подготовки архитекторов в этом вузе входит в топ-5 программ в мире. И кстати, в этом вузе всего 8 факультетов, и здесь есть единственная программа в Европе по авиакосмическому машиностроению. И именно здесь постоянно проводят исследования в различных технологических областях, в сфере инфраструктуры, мобильности городов, энергетики. Благодаря этим исследованиям мы получили сверхскоростной автомобиль, способный работать на энергии солнца, робота-футболиста и небоскребы из гибкого стекла. На данном этапе давайте оставим с вами европейско-американские вузы и переместимся в Азию. Посмотрите, что происходит в том же Сингапуре или Гонконге. Там строительство развивается сумасшедшими темпами, делают невероятные какие-то отели, парки. Национальный университет Сингапура. Данный вуз входит в топ лучших вузов мира. И на данный момент он предлагает огромное количество программ, как на бакалавре, так и на магистратуре, включающие инженерное дело, строительство, архитектуру, бизнес, экономику. Очень интересной особенностью данного университета является то, что в первые два семестра студенты могут обучаться на специальностях из двух разных факультетов. К примеру, если вам интересны вертолеты, то это вам инженерное дело нужно. Так вот, если вначале вы немножко сомневаетесь, какой из факультетов выбрать, у вас есть возможность учиться на двух факультетах одновременно, по разным абсолютно специальностям, и потом вы выбираете для себя, что вам наиболее подходит. Инженерный факультет является самым крупным в данном вузе. И он включает в себя такие программы, как биомедицинская инженерия, химическая, биомолекулярная инженерия, промышленно-системное проектирование, машиностроение. В общемировом рейтинге инженерный факультет Сингапурского университета занял шестую строчку. Следующий университет китайский, университет Цинхуа в Пекине. Этот университет является постоянным лидером китайского национального рейтинга университетов. Огромное учебное заведение, у него 16 институтов, в которых насчитывается 56 факультетов. Также важной особенностью данного университета является то, что на бакалавр нельзя поступать после 25 лет, а на магистратуру после 40. В отличие европейских, американских, британских вузов, там, как правило, нет ограничений по возрастам. Среди институтов университета Цинхуа вы сможете найти такие, как Институт архитектуры, Институт гражданской инженерии, Институт механической инженерии, Аэрокосмический институт, Институт электроинженерии, Институт инженерной физики и другие. Если вам был интересен этот выпуск, поставьте, пожалуйста, лайк и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал про зарубежное образование. Не забудьте подписаться на мой второй канал, Егор Еремеев, где я рассказываю много о иностранных городах. У меня есть выпуск про тот же Милан, у меня есть выпуск, много выпусков про Великобританию, Америку. Всем пока, до следующих выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok